нурлан батыров один из самых успешных вайнеров и мне кажется твой образ знают не только в казахстане но и далеко за пределами расскажи вот в двух словах что такое вайнер и чем ты вообще в целом занимаешься а сейчас я больше ушел в направлении продюсирования я сейчас ищу молодых артистов талантливых которые будут выступать не на то их который будет приятно слушать просто скачать в интернете и просто слушать то есть как я как ты да таких самородков на самом деле очень много как ты как ты вот второй момент я сейчас больше ушел опять-таки продюсирование кино на следующий год выходит фильм проявления фильм даже не ужас и триллер больше всего вот и мы продолжаем сейчас работать над инстаграмом продолжаем работать над ютубом для того чтобы развивать социальность в социальных сетях себя дальше что такое вайн вайн это короткий юмористический жизненный какой-нибудь скетч я помню у тебя в самом начале твоего пути помнишь был какой-то сериал я забыл как он называл сакен 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 ага сакен сакен дима сакен сакен страшновато как-то моменты мистики вот это тебя по моему никогда не отпускает да нет я люблю и вот как раз мне все говорят ну ладно зачем ты не хочешь взяться как сесть как режиссер за комедию или там не за боевик я вот в этом же в этих жанрах себя неуютно чувствую потому что комедия это самый сложный жанр в мире а что касается фильмов ужасов которые вот у меня два сценария написано сейчас мы будем лоббировать по инвестициям вот там я себя чувствую как рыба в воде слушай но во первых у нас то что снимали это полная вот я ждал вообще не боишься ты в это болотоиз shed работы на набирать надо то же самое сеть вспомнил раньше комедии какие снимали в казахстане например после когда снов cheese козда zu noch einmal независимое казахстанского кино началось там тоже было очень много непонятных моментов было с комедий и сейчас к нам казахстанской комедии например уже доходе определенного пика например мне казахстанский комедии больше нравится чем российской комедии может быть ненастя не подходит мне знают но есть точно lys на смешнее давай вспомним с чего все начиналось, потому что, во-первых, ты художник по костюмам, я правильно говорю? Ты еще занимался книгами, в издательстве работал, да. Ты вот тогда мог представить, что у тебя будет миллион подписчиков, что ты станешь такой звездой? Благодаря издательству Daik Press, где я раньше работал, был такой трамплин, после чего я попал в кинокомпанию Cinema Hotel Corporation, где я отбирал сценарий, после чего я попал в саму именно кухню кино. Я тогда подруга попросила, говорит, ты же по образованию дизайнер одежды же, я говорю, да. У нас тут сериал классный запускается, нам нужен консультант. И я тогда попал в кино, 4 месяца отработал, это было изнурительно, это был ад, но зато я набрался опыту, и на вторую картину меня уже пригласили как художника по костюмам, потому что в предыдущей картине я был ассистентом художника по костюмам. Продолжаю работать художником по костюмам и попадаем на один сериал, на проект. Вот читаешь сценарий, да, и там вот ты знаешь, что вот Санжар пришел, вот Санжару уволили, и отец сидит такой, Санжару уволили, о боже, как ты могла допустить такого? И мать такая сидит, ужас, какой Санжару уволили, она заходит на кухню, и там своей, как бы домработница говорит, ты представляешь, Санжару уволили, о боже, Санжару уволили. Я читаю сценарий, думаю, боже мой, какая бешеная фантазия у сценариста, ну вот кроме этого событий никаких как будто бы не происходит. А потом вторая серия начинается с того, что оказывается Санжару не уволили, Оказывается, Санжара не уволили. Санжара не уволили. И мы решили эту тему постебать. Отчего мы первую серию сериала Сакена отсняли. Мы не знаем, кто этот персонаж Сакен, но все в офисе его обсуждают. А потом это дошло до такого маразма, когда начали мистику добавлять, что у него, оказывается, темное прошлое было. А потом, оказывается, нифига темного прошлого не было. А на самом деле он вообще на работу не устраивался к ним, оказывается. Ну, короче, такой бред. Все в порядке бреда. Чисто ради Стеба мы это снимали. Отчего казахстанский шоу-бизнес очень сильно подхватил. Это я помню, тогда Лидо перепост делала. Луина перепост делала. А потом я со всеми чуть попозже тогда познакомился. И вот пошло по накатанной, люди стали добавляться. Да, добавляться. И потом самый культовый вайн, который первый мы тогда сняли, именно который взорвал мой инстаграм, это монопод с Гульнас Жолановой. Че это такое? Монопод. Мне подарили. Ну-ка, дай-ка. Ой, как классно. Да, классно. Ну все, давай, дай. Ну подожди. Этот ролик, который зашелся по всем пабликам, он очень простой. Он незамысловатый, но народу прям понравился так, что за сутки тогда у меня прибавилось 8 тысяч подписчиков. Нормально. По тому времени это считалось, о боже, как бы уму непостижимым. И твоя реакция? Вот ты сидел там на кухне, пил чай, и о чем ты думал в тот момент именно? Я тогда подумал, что надо снимать дальше, и тут же когда у меня, я с работы срывался, как бы своих ассистентов оставлял, вот дорабатывается дальше, бежал пораньше домой для того, чтобы что-нибудь снять, и чтобы сразу смонтировать в телефоне и выложить. Вот тогда был бешеный азарт. Ты же снял огромное количество роликов. Ну, их около 3,5 тысяч уже. И сколько ты похоронил идей? То есть ты пишешь и понимаешь, что не-не-не, не смешно вообще? Ну, где-то в два раза больше, наверное. Сейчас намного сложнее, сейчас бублика стала более капризная, более изощренная. И сегодняшний Вайн, как, например, этот Монопод, если мы снимем, он не залетит точно. А здесь уже, как бы, приходится юмор апгрейдить, как бы немного его усложнять, потом еще кульминации добавлять, потому что минуты сегодня дают уже, ну, целую минуту, можно целую историю рассказать. Вот. И уже сам скетч становится намного сложнее, а не на 15 секунд уже. А вайнеры говорят чаще всего, что ваша аудитория – это шкалота. Есть эволюция какая-то? Я просто знаю, что успех безумной женщины заключается в том, что у нее аудитория взрослая, у нее бытовуха, у нее вот это вот прожженная бытовуха уже нервное состояние истеричной женщины. Будь здорова. Ну, вы там прям гляньте, прям целитель. Излечил меня одним словом. Будь здорова. Прям вот излечил. А, шу! Невежливо молчать, когда кто-то чихает. Ну, будь здорова. Ну, спасибо! Вот, на улице ко мне один раз подошел такой здоровый, лысый дяденька. Я такой, как дела? Я такой, ну вот, смерть моя пришла. Думаю, хейтер, который ненавидит меня. Он говорит, ты такой молодец. Говорит, вот ты про мою жену уже снимаешь. И таких реакций было очень много. Вот по сей день, когда ко мне взрослые люди подходят или взрослая делегация женщин. Ты не знаешь, там, Мари Флейм какую-нибудь. Не знаю, я на свечи к ним иду. Их было 13 женщин. Они такие, о, ты же это, безумная женщина. Девочки им, вот это, как лагерь. Давайте с ним сфотографируемся коллективно. Они все в ряд встают, а потом каждый по отдельности, как бы, и вот тебе взрослая аудитория. Безумная женщина, мне тоже очень нравится. Я помню. Давай поженимся. А, ну это же самый культовый, да. Дорогой! Что? Включи первый канал. Какая передача идет? Передача «Давай поженимся». Что? Давай поженимся. Что? Давай поженимся. Я согласна. Я согласна. На самом деле был прикол, смс-ка, переписка была чья-то. Мы ее апгрейдили, я подумал, намного интереснее будет, если эту ситуацию можно будет обыграть. И мы ее апгрейдили так, что тут еще подцепили рекламу. За этот вайн нам заплатили тогда 200 тысяч тенге. Это была реклама свадебного салона. Этот ролик разошелся настолько, что до Якутии, до Америки этот ролик дошел. Дошел до программы самой «Давай поженимся», где вот этого сваха рассказывает, что я смотрел, да, я смотрел прикол. Потом на программе Малахова показывали этот ролик. Автор жжет в каком-то из выпусков. На следующий день они продали около 20 точно таких же свадебных платьев, потому что девушки, которые выходили замуж на тот период, они приходили и говорили, мы хотим платье, как у Батырова. Вот точно такое же, покажите. Вот это фидбэк. Вот это был фидбэк тогда. И тогда мы поняли, насколько мы крутые. Сколько просмотров набрал этот ролик? Просмотров тогда еще не было, но этот ролик был первый в Казахстане, 100-тысячный лайк был. Ни у кого, и звезд даже тогда не было, ни у одной военкоманды тогда не было. Батыров, он делает юмор для всех. Женщина делает юмор на взрослую аудиторию в основном. Что чаще заказывают? Батырова или Безумную Женщину? Безумную Женщину. Безумная Женщина, у нее уже свой прайс, правильно? Безумная Женщина стоит дороже, конечно. Ну а мы ей специально сделали дороже для того, чтобы ее меньше заказывали, чтобы она не надоела. Ну и есть еще плюс-эксклюзивность. Мы сейчас добиваемся с одной компанией, чтобы добиться бренд-абансадорства с Безумной Женщиной. Ага. Сколько ты стоишь и Безумная Женщина? Я стою 350 тысяч, Безумная Женщина стоит 500 тысяч. Участие со мной, я в любом случае подключаю других актеров. И все равно наша сумма, это разделяется. Операторы есть на сегодняшний день, это сценаристы. Сегодня команда уже составляет около 25-30 человек. Это плюс еще 50% это сценаристы. Потом есть директор, есть директор компании, есть Шакенти, есть другие актеры, которые с нами постоянно работают. Если мы приглашаем взрослых актеров, их тоже надо будет оплачивать. Это иногда кто-то делает скидку, деньги не берет, просто приходит. Если это простой вайн. Но если это рекламный вайн, то, конечно, там дооплачивается. Получается, ты вот в этой всей компании кто? Директор, президент компании, продюсер. Я больше продюсер. А кто главный? Главный я. То есть ты главный, а ты продюсер? Все проходит через меня. Есть директор компании, который работает над юридическими вопросами, потому что на финансовом вопросе, над продвижением всего. Я просто деньги считать не умею. Я иногда профукиваю все сроки, которые заказчик предоставляет. Этот человек меня дисциплинирует. Есть второй директор, который занимается поиск рекламодателями. Он тоже меня дисциплинирует. Нурлан, до такого числа надо снять. Кровь из носа, либо на нас суд подадут или еще что-нибудь. А ты говоришь, что сценариста нет времени или исписался? Нет времени. Я понял, что за последнее время я себе слишком много раздалил. Меня на все не хватает. Как к тебе попасть? Вот сейчас молодежь посмотрит и скажет, мы хотим к Батырову. Мы об этом еще не обговаривали подробно. Когда мысль мы только запустили о том, что я хочу продвигать артистов, потому что я хочу действительно творческую музыку. Вот Молдоназар мне очень нравится. Таких, как он, очень мало. Именно творческих артистов. И тогда я задумал вот с нашим директором, с Бахаджаном, я говорю, давай попробуем запустить именно Батыров Мьюзик направление. Юфрейм уже давно этим занялись. Я всегда как бы ко всему иду основательно. Мне надо 20 раз подумать. И на кинофестивале Евразия после очередной вечеринки на утро мы приехали кушать остренькое. И люди подходят со мной фотографировать. Я стою в очках. И подошел мальчик. Он смотрит и говорит, можно с вами фотографировать? Я говорю, конечно, можно. И он такой только уйти. Говорит, уделите мне 5 минут. Я говорю, я сейчас не в состоянии разговаривать. И он такой стоит, стоит. Хотя бы музыку, песню послушайте. Я говорю, ну ладно, давай послушаем. Я послушал. Я говорю, кто это поет? Он говорит, я. Я такой сижу. Я говорю, ВКонтакте отправь мне оба трека. Я говорю, вечером я с тобой свяжусь. И вот так закрутилось. И вот так закрутилось. Он сейчас в Алма-Ате находится. Он сейчас здесь учится. И плюс еще параллельно уходит в студию. То есть массово пока ты не готов, но вот каких-то подопечных ты уже взял, можно сказать. Да, я когда судьба дает вот так вот, я сразу принимаю. Но такое большое, обширное объявление мы еще не давали. Бонжур, Монами. Монами – это первая в Казахстане сеть магазинов, парфюмерии и косметики с прямым доступом к товару. Монами – это высокий уровень сервиса. Более 200 мировых косметических брендов и индивидуальный подход каждому клиенту. За счастьем в Монами. Как ты думаешь, какое будущее сейчас у вайнов и как ты себя видишь, наверное, лет через пять? Вайны никогда себя не исчерпают. Когда многие говорят, что вот вайнеры, все иссякли, они как бы все, они как бы не в тренде. Вайнеры все в любом случае будут в тренде, потому что за счет вайнеров сейчас многие хайпятся. Да. Да, это говорит о чем? Кроме вайнеров, не на ком хайпится. Дальше. Юмор, он неиссякаемый. Те команды, которые когда-то запустились, их около десяти, включая меня, они все равно будут в тренде, потому что это была первая волна. Сейчас новеньким начинающим вайнерам, да, возможно, они не выживут. Потому что я видел новеньких вайнеров, которые зашли, у них по 20-30 тысяч подписчиков. Им очень тяжело дается. Потому что весь юмор именно жизненных ситуаций мы уже обсосали со всех сторон. И когда к ним заходишь, их немного становится жалко, когда у них подписчиков пишут о том, что да чего вы пытаетесь юфрейм тягаться, да не смешно. О, типа вы копируете безумную женщину, тоже в париках все пытаются делать. Хотя никто не вспоминает о том, что когда-то Паша Микус, тоже московский вайнер, да, он тоже снимался в париках. Никто не вспоминает о том, что Куикс команда тоже когда-то снималась в париках. В чем разница между казахстанскими вайнерами и вот из других стран? Насколько я знаю, казахстанские вайнеры в нашей собственной стране, в Казахстане, мы котируемся, нас признают. А в России к вайнерам относятся очень так скептически. Они не выступают ни на каких мероприятиях, их куда-никуда не приглашают. Потому что мы сидим в общем чате с московскими вайнерами тоже, они говорят, Нурлана, почему, говорит, у вас, ну, вас вот туда пригласили, сюда, потому что они со сторис полностью все же следят же. У нас ментальность немного разная. Например, если я когда разговариваю с Баяной Синтаевой и с Аллуа Канаровой, да, с нашими Эриком Тасибеком, с нашими маститовыми продюсерами, у них нет такого отношения. Они, наоборот, например, поддерживают всегда, говорят, ой, Нурландовы, молодец, хотя только недавно мы познакомились. Многие артисты к нам тянутся, если приглашают на какие-то мероприятия, нас держат за равными. У нас нет такого о том, что ой, эти вайнеры, уберите их отсюда. В России, наверное, как бы боятся замеса под солнцем, потому что в России конкуренция жесткая. И когда какие-то инстаграмеры и какие-то, не знаю, там, ютюберы приходят на твою вечеринку, для них, наверное, действительно стало дико. Хотя я знаю, что в России очень мощно развивается ютюб, он развит, точнее. У нас он только развивается. Но с амбициями наших вайнеров, они говорят, мы сделаем российский ютюб. Я говорю, окей, хорошо, давайте посмотрим. По мировым канонам мы стоим на втором месте после американских вайнеров по успешности. Серьезно? То есть и Европа уже где-то там? Даже американские вайнеры и проявляли интерес. Как-то Адиль Лян хотел привезти, он говорит, какие есть американские вайнеры, мы хотим на фестиваль привезти их. Около 50% из них, их всего 20 человек где-то, около 10 вайнеров ответили, да, мы хотим приехать в Казахстан, нам интересно. Тебя очень многие знают, ты с очень многими людьми общаешься. И когда ты стал популярный, у тебя были какие-то, может быть, конфликты, или ребята говорили, ну чего ты обо мне забыл, что ли, почему не зовешь? Многие люди со временем отсеялись, потому что маски слетели. Были такие моменты. Кто-то не выдержал популярности, то, что у Батыров есть популярность. Это было чаще всего среди актеров было. Потому что когда-то я был закулистым человеком, художником по костюмам, а тут, когда стал популярным, когда чувак с ним, я работаю на картине, и у меня 200 тысяч подписчиков, а у этого человека всего лишь 3 тысячи подписчиков, а он актер, он заканчивал Жульгенева, понимаешь? Такие моменты были, когда вот начали очень косо смотреть и постоянно подкалывается, потому что это же все равно не творчество. Говорят, вот мы занимаемся творчеством. Я говорю, слышишь, творчество, иди, одевайся. Но когда я вижу, что человек просто от безвыходности, мне наоборот его становится жалко, я думаю, боже мой, ну, зачем ты себя закапываешь? Ты же мог бы за мной, наоборот, дружить же, например, да? 2015 год, журнал Forbes, ты 26 место. Еще и говорят, что ты заработал, по-моему, за год 80 тысяч долларов. Что ты тогда подумал о себе? Ну, если честно, они как-то не знаю, как-то странно все посчитали, потому что я этих денег как таковых вот так вот не увидел, понимаешь? Они это просчитали, зайдя ко мне на страницу с такой-то даты, увидели, сколько реклам у меня было за этот год, и выявили формулу как бы о том, что Батыров заработал 80 тысяч долларов. Я когда к ним позвонил, я говорю, да, я столько заработал? Блин, а где эти деньги? Средний заработок твой за месяц, ты все равно же как-то примерно прикидывал, что, например, там 5, 10... От 5 до 10 тысяч. От 5 до 10. Платишь за это налоги? Конечно. Официально? Да. После того, когда статья отдельно вышла в 2016 году в Forbes, ко мне позвонила налоговая и пригласила поговорить. Серьезно? Да. И? Ты сходил? Я сходил, они просто пригласили поговорить и сказали о том, что вы молодец, мы проверили все, действительно, вы платите налоги. Претензий к вам нету. Вы не могли бы своих коллег, вайнеров тоже как-то вот... После этого все вайнеры открыли ИП. Как ты относишься к хейтерам? Потому что они все равно есть, ты их блокируешь или ты... Я не блокирую. Не блокируешь, вообще без разницы. А пускай и живет со своим ядем. Когда-нибудь отвечал? Да. Я поначалу, когда это все начиналось, я ругался, ты что? Шако, он даже встречи назначал, о чем ты говоришь? Серьезно? Да, он встречи, а там приходит 14-летний ребенок. Я просто написал. Что ты просто так пишешь? Ты знаешь, чуть ли не ата-та родительская была, а Шако был настроен сейчас. Я говорю, не надо ехать, Шако. Блин, это хейтеры, это диванное войско. Нет, я пойду с ними разберусь. И каждый раз приходили дети маленькие. Каждый раз? Да. И они это делали, да, не боялись. Они приходили, чтобы его увидеть. Ага. А, вот как вы выглядите, вот, а я за вами по городу и хожу, вас ищу, а это, можно с вами сфоткаться? Он такой стоит. Ты срался со мной в комментариях только для того, что следите? Да. Были такие ситуации. Есть такие дети, которые что-нибудь, какое-нибудь говно напишут, да, например. Ты им отвечаешь, я говорю, ну, вот у вас рот честный, как помойка. Я говорю, зачем вы так пишете, например, да? О, боже, Батыров не ответил в следующий комментарий. Поговорим о личной жизни. Ой, не о чем говорить. Нету никого. Нету. Почему? Почему вот не строится? Уже, мне кажется, все задают вопросом, когда ты станешь папой, когда... Ой, папой я прям очень хочу стать, потому что, видишь, как бы, у меня на пике популярности в 2016 году, в 2015 году, было пару инцидентов, когда хотели раскрутить на бабки. Да ладно? Да, это один раз был случай в Чукотке, когда мы ехали в машине, девушка села к нам в машину, ну, как бы так, и потом на следующий день написалось, что я чуть ли не изнасиловал ее, порвал ей шубу и все остальное, и подписчики, я это выложил у себя, и подписчики начали писать о том, что, говорит, очень странно, что вы в 3 часа ночи, говорит, к мужчине, говорит, сели в машину. Это, говорит, уже о чем-то говорит, а потом другой чувак пишет, говорит, я не знал, что Батыров настолько силен, что может порвать шубу. Ну, как бы, нелогичность и неправдоподобность всей истории уже в ее посте прямо было видно. Потом она удалила свой инстаграм, там ее заклевали просто, я уже позвонил своему юристу, я говорю, готов, ну, как его, я ему скрин отправил в страницу ее, я говорю, подготавливаю почту, по-моему, что-то назревает. Я говорю, по-моему, кто-то хочет на этом же одножиться. С возрастом ты становишься критичным очень. Это не то, она вот так вот не делает, как его. Потом еще за счет своей публичности есть такой момент, когда ты ходишь на свидание, как бы, да, сидишь в кино, как бы, и когда люди заходят, ты аккуратно убираешь руку. Ты всегда боишься, что от себя кто-то сфотографирует. Ты всегда боишься, что завтра, потому что куча раз бывает, когда в инстаграме снимают, я просто иду, вышел в до стеклаза из лифта в сторону, не знаю, там, бургер поесть. И сразу достает телефон, о, смотрите, Батыров идет. И отмечает меня, я у себя в директе это вижу. Я говорю, о, забавно, прикольно. И вот такие моменты, они начинают немного тебя сковывать вообще в поход куда-нибудь. Ты хочешь свою пассию ограничить? Конечно. Чтобы толком никто не знал, да? Я, в смысле, о ней объявлю тогда, когда определенный период, этап пройдет, когда действительно мы будем считаться парой. А первое-то свидание, это же, как бы, нащупывание о том, что подходит себе человек или нет. Сейчас у меня нет, я, знаешь, я уже не в таком возрасте, когда прийти на однодневное свидание, как бы, и уйти, знаешь. Неинтересно. Все-таки, да, потому что мысли сейчас, мозги работают немного в другом направлении, хочется, конечно, семьи. Фильм «Супер Той». Почему-то вот многим не зашел и сразу его критиковать так начали. Дай объективную оценку этому творчеству. И замолчал, да? Я не знаю, к этому надо относиться как к эксперименту все-таки. Это экспериментальная черная комедия, которая вообще первая с Казахстана появилась. А все, что появляется у нас экспериментально, потому что нас тоже когда-то хаяли, говорят, что что вы снимаете, бред какой-то. А потом дальше, вот даже комментаторы есть такие, вот, знаете, говорят, вы мне раньше бесили, а сейчас, говорит, пересматриваю ваши ролики, говорит, вы мне, говорит, нравитесь. Я говорю, ну, спасибо, что, как бы, это... И здесь так же, если эта тенденция начнет себя развивать дальше, после «Супер Той», еще какое-то направление комедии, черной комедии появится, то уже народ начнет понимать о том, что это тоже, это тоже ниша, это тоже ресурс определенный. Ты можешь себя назвать актером? Нет. Нет, да? Я себя больше позиционирую как продюсер и как режиссер. Но тебя же все равно зовут сниматься. Заву сниматься, ну, весь, как бы, «Супер Той», как бы, туда пригласили, потому что, не сказали, очень сильно попросили. А «Любовь по наследству» я знался, потому что это снимал мой друг. Он говорит, я хочу сделать контраст, говорит, между тобой и Муратом Бесембином. Окей, согласился. Узабаевая свою роль профукал, ну, что теперь говорить. А так больше мне тянет режиссура. У тебя была задумка, после того, как Нуртас снял фильм о Киринке Сабини, может быть, сделать что-то подобное? Вот прям фильм «Безумные женщины», возможно, там, и с твоим тоже участием. Мы уже сценарий написали. Уже сценарий есть? Приоткрой немножечко. Сценарий... Сценарий написан, в этом году запуск фильма. Ой, как его, съемок. Все, что я могу сказать. А примерно когда в прокат? На следующий год. Комедия? Да, комедия. Это будет бомбовая комедия. Главная роль – «Безумная женщина». Безумная женщина. А ты? Я, как его, идеальный мужчина, которого она добивается. Как вообще «Безумная женщина» родилась? Первый раз образ появился в пародии «50 оттенков серого», когда мои старшие сестры сходили на фильм. И они мне звонили, говорят, «Нурлан, ты был прав». Это какая-то порнография, это какой-то ужас. Срочно снимем какую-нибудь пародию. Давай загасим этот фильм. Здравствуйте, мистер Грей. Чё, твою мать, ты кто? Я Настейший Стил. Ты чё такая страшная? Ну-ка, пошла отсюда. Простите. Я смотрел кастинг. Ролик хорошо разошёлся, потому что им поклонники «50 оттенков серого» заценили. Я тогда быстро-быстро, я хотел попросить подругу сыграть эту девушку. Она говорит, я в пробке стою, я не могу дойти доехать. Я тогда с Таиланда привёз этот парик. Он такой смешной был. И у тебя играло внутри, что нужно быстрее что-то сделать, потому что мысли кипели. Да, потому что это актуал, надо быстро на актуал снимать. Я дедушкинские очки с какого-то проекта забрал, с какого-то сериала. И этот парик я стоял, надо привёз. Я быстренько отдел, как бы тряпку нацепил на себя и отснял этот ролик. Ролик, образ безумно понравился всем. Мы о нём немного забыли, две недели где-то не снимали, как бы приколы снимаем все. И кто-то из подписчиков вспоминает, говорит, а где это вот это долбанутые, которые вы тогда снимали? Я думаю, блин, надо что-нибудь снять с ней тоже опять. И я снял, как его, когда вот помнишь, слышь, ты что такая дерзкая? Да-да-да. И вот это жёлтое и синее золотое платье непонятное было. Я два прикола совместил на актуал тоже. И тогда я заметил, что активность, когда появляется этот персонаж, веско возрастает. И прям лайков больше намного всегда было. И до сих пор, когда с «Безумной женщиной» просмотров всегда больше. До 600 тысяч доходит, например, с ней. Как ты думаешь, за что она любит Нурлана? Мне кажется, она его любит за то, что он ей многое позволяет и многое дозволяет. Я действительно обращаю внимание, почему особенно женская аудитория это нравится. Я даже среди своих друзей это замечаю. Когда они наедут на него, а он сидит, молчит. Жаннам, ты всё? Да, вот, поехали домой, дома поговорим. Она даёт всплеск, и многие мужчины как бы молчат. Они как бы не видят смысла с ней спорить. Твои пожелания начинающим вайнерам или тем людям, которые хотят всё-таки залезть в YouTube от себя, и пожелания молодым девушкам от «Безумной женщины»? Сейчас больше не хватает индивидуальности. Поэтому всем начинающим вайнерам, ютуберам или просто инстаграмщицам я призываю вас поменьше зацикливать голову на популярности. Потому что если вы будете думать только о популярности, у вас ничего не получится. Потому что когда мы когда-то свои вайны начинали, то же самое сериал «Секен», мы начали это чисто от стёба. Мы в это вкладывали душу. А то, что мы будем в будущем зарабатывать деньги на этом, мы даже представить себе не могли. Если вы ставите цель изначально «я хочу зарабатывать деньги как Батыров», у вас ничего не получится. Всё, классно. У «Безумной женщины» нет таких губ, но при этом она зарабатывает больше, чем многие инстаграмщицы.